В Запно-Казахстанской области 8 лесных хозяйств. Одним из них выступает Бурлинское госучреждение по охране лесов и животного мира. Оно занимает площадь 22 700 гектаров и имеет в составе 4 лесопитомника. С целью проверки деятельности и рационального подхода к работе в нынешних реалиях сегодня его посетил заместитель Акимобласти Аманжол Алпыспаев. Лесное хозяйство Бурлинского района было основано в 1928 году. 90 лет работы, сотни тысяч высаженных деревьев, реорганизации, наращивание потенциала в годы независимости. На сегодня в составе три лесничества – Бурлинское, Приуральное и Долинное. Главной задачей остается охрана, сохранение лесов и увеличение их площади. В имеющихся питомниках выращиваются породы, адаптированные к местным климатическим условиям. У нас прошло в 2016 году лесоустройство. Приезжали с Алматы специалисты, они все замерили, план поставили нам. Дали рабочие проекты. По ним мы высаживаем в основном сейчас вяз и лох, узколистые. Нынешнее время требует повышения эффективности природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов. Лесхоз работает согласно плана, утвержденного в 2016 году в рамках лесоустройства, которое дается сроком на 10 лет. По лесовоспроизводству на 2020 год была произведена посадка лесных культур на площади 59 гектаров. По плану 120, но остальное оставили на осень. Сейчас идет подготовка почвы на 2021 год. Еще будет производиться в летнее время задел почвы на посадку 2022 года по площади 130 гектаров. То, насколько целесообразен такой подход с экономической точки зрения, стала главной темой обсуждения во время осмотра объектов и вверенных площадей Бурлинского лесхоза заместителем Акима области Аманжолом Алпызбаевым. Были рассмотрены все моменты – качество сеянцев, их приживаемость, соозмеримость полученного количества саженцев по отношению к общей занятой площади. Дано поручение повторно проработать план лесоустройства с учетом реальной затраты ресурсов. Остается за кадром дефицит специалистов. Основная часть работников лесхоза – это люди зрелого и предпенсионного возраста. Найти смену трудно. Хорошей поддержкой в работе выступают студенты-практиканты и участники движения «Жасыл-Ель». При Бурлинском колледже было открыто отделение подготовки специалистов лесного хозяйства. Но профессия оказалась невостребованной. Привлечь нечем. Представители сферы лесничества не подпадают под госпрограммы поддержки специалистов, работающих в сельской местности.